Вновь ощутить себя подростком и испытать на себе все предэкзаменационные муки. Они будто возвратились назад в прошлое. Но в школьные годы нынешних мам, пап, бабушек и дедушек не было строгого пропускного режима, масок, перчаток и термометров. Всё это сегодня для них в новинку. Температура 35,5. Вы проходите сейчас гардеробную, затем сдаёте обложку от паспорта и телефон сдаёте отдельно. В руках ничего лишнего, только ручка и паспорт. Родители перед входом в экзаменационный класс ждёт, можно сказать, двойной фильтр. Сначала сдают в гардероб все вещи, регистрируются и проходят через металлоискатель. Пронести ничего лишнего, в том числе шпаргалку или гаджет, было невозможно. Но думаем, что никто и не пытался этого сделать. Далее мам и пап провожают классы. У каждого есть своё место за партой. Перед экзаменом, как и полагается, чёткий инструктаж. Во время проведения экзамена вы должны соблюдать порядок. День проведения экзамена в ПП запрещается. Иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Участникам экзамена разрешалось выходить, но при этом все документы, черновики, кимы и бланки ответов нужно было оставлять на парте. Решивших покинуть аудиторию, должен был сопровождать сотрудник пункта. Мы поинтересовались у родителей, как они сами относятся к ЕГЭ. Несмотря на то, что эксперимент по проведению единого государственного экзамена был впервые проведен в 2001 году, а с 2009-го экзамен стал обязательной формой аттестации во всех школах России, споры и дискуссии вокруг него не утихают до сих пор. Оксана Ивановна, почему решили сегодня прийти и сдавать ЕГЭ? Потому что поддерживаю свою дочь, которая учится в 18-й школе, свою школу, а также всех учителей, которые дали знания моей дочери. Я сама волнуюсь, я представляю, как дети волнуются, как набирать должны баллы. Но ничего, каждый это проходит. Может, когда-нибудь не будет ЕГЭ. Будем надеяться. Сейчас мы тоже разговаривали с родителем, что вопросы бывают поставлены в ЕГЭ некорректными. Что ты читаешь и можешь двояко понять этот вопрос и ответить. То есть и А можно ответить, и Б можно ответить. А там такой вариант не подойдет. Там только или А, или Б. Если ты не угадаешь, все очень хитро построено. Ну, построено уже. Будем плясать, что делать. Возможно, после участия в данной акции взрослые пересмотрят свое отношение к экзамену. Ведь для этого она и проводится. Родители, пришедшие на ЕГЭ, смогли увидеть, как проходит регистрация и осуществляется посадка в аудиториях. Как происходит печать кимов. На экзамен мамам и папам отвели меньше времени, чем обычно при сдаче ЕГЭ. Так как они выполняли сокращенный вариант. Кстати сказать, среди приглашенных были также и бабушки учеников. Сели за парты, педагоги, директора общеобразовательных учреждений, представители городских отделов образования и Минобра. Всю процедуру каждый родитель прочувствует на себе. Мы очень надеемся, что они проговорят с детьми, объясняют, что это совсем несложный единый государственный экзамен. Правильно настроят наших ребят. И в соответствии с федеральным расписанием, наши ребята достойно справятся с данным экзаменом. Но я хочу отметить, что сегодня здесь работают центры психолого-медико-педагогической поддержки. Есть профессионалы-психологи, которые сегодня также работают с родителями. Они оказывают всю консультационную помощь. Такую помощь готовы они оказать в течение всего года, не только сегодня во время данной всероссийской акции. Поэтому мы также родителей просим обратить на это внимание. И те дети, которые нуждаются в этой помощи, конечно, мы их ждем на консультации. И готовы оказать эти консультации. Экзамены проводились не только в городе Черкесске, но и во всех районах нашей республики. Совсем скоро ЕГЭ будут сдавать и школьники. В этом году в Черкесске его пройдут более 500 учащихся. Ватима Куршева, Андрей Дорошенко. Итоги недели.